Дорогой друг В Сталину верили. Колокольный звон не только призыв на молитву, это еще и лекарство для душ человеческих. Звук компанов звучал и в радостные моменты жизни, и в тревожные. Русские звонари на протяжении сотен лет развивали это сакральное искусство, создав десятки школ и направлений. В начале сентября в крупном промышленном городе Нижегородской области Дзержинске прошел фестиваль колокольного искусства «Антоневские перезвоны». Он собрал звонарей и музыкантов из Суздалей Самары, Нижнего Новгорода, Ярославля. Мы проводим уже шестой год, и в свое время, когда начинали, мы разговаривали там раньше, и были задачи, задачи какие-то. Но на сегодняшний день он перерос, все наши задачи давно уже. План один, чтобы это у нас было долго, если не всегда, чтобы мы справляли и сотый фестиваль, и двухсотый, что нас не будет, а фестиваль должен остаться. Все больше и больше людей приходит на этот праздник, и становишься светлей душой. Потому что всегда колокольный звон – это радость, это такое святое чувство. И недаром говорят, что колокольный звон, он лечит. Лечит душу, лечит наши сердца. Поэтому я очень рад, что в нашем городе появился такой праздник. На других посмотреть и себя показать – это, пожалуй, один из главных лозунгов фестиваля «Антольевские перезвоны». На протяжении года в рамках подготовки к мероприятию идет обучение звонарей, и фестиваль становится для них своеобразным выпускным экзаменом. У Сергея сегодня первое большое выступление. Он – выпускник школы колокольного искусства. Несмотря на столь юный возраст, звонарь уже удивляет своим мастерством более опытных коллег. Колокольный звон – для меня радость. Происходит в душе то, что она очищается от всех грехов. Когда я первый раз сижу в храме, мне стало интересно этим заниматься, и я начала дальше заниматься, учиться. Поначалу немножко было сложно, а потом я освоился, и все пошло на ногу. В рамках фестиваля на нескольких площадках все желающие смогли узнать историю русского колокольного искусства, познакомиться с ремеслами, а также услышать традиционные музыкальные инструменты. Настоящим украшением фестиваля стало выступление суздальского гусляра. Уникальный инструмент буквально перенес зрителей в среднедыковую эпоху. У меня в руках гусли, выполненные также традиционно, как делали русские всегда из елки. В единичном экземпляре сделан по моим эскизам. Сам расчерчивал я вот эти вот мемзуры, детали. И они, подобные инструменты уникальны. За основу берется, конечно, то, что было найдено в древних кладах, в том числе Великого Новгорода. Есть музейные экспонаты. И вот мы восстанавливаем и излучание этого древнего инструмента, и репертуар. Фестиваль Дежинский давно перестал быть только лишь колокольным. Антоневские перезвоны – это праздник русского искусства и традиций. Именно здесь становится понятно всем. Нам есть, что показать. Нам есть, чем гордиться. В Древний Градец к жемчужину Нижегородского края прибыл настоящий педагогический десант. Учителя из школ Кстовского района. Есть здесь и те, кто преподает гуманитарные предметы и основы православной культуры и точной науки. Но для всех педагогов такая поездка приносит пользу. Цель поездки какая? Я бы так называла духовное проникновение. Потому что если сам учитель не убежден в духовном таком настрое чувствовать себя перед Богом, что он даст детям? Только знание. А знание без духовного смысления. В общем-то, можно ничто сказать. Или вред принесут. Вот так. Поэтому у нас эта традиция уже несколько лет. Мы каждый год организуем поездки в какое-то святое место. В этот раз мы выбрали Градец, чтобы побывать у иконы Федоровской Божьей Матери. Побывать в тех местах, где был Александр Глебский. Побывать в тех местах, где фактически начало-начало нашей Нижегородского края. Для Кстовского благочения подобные паломнические поездки уже вошли в традицию. Вот и в этот раз учителя смогли увидеть святыни Градца. Место, где окончил свой земной путь Александр Невский. Поклониться Федоровской иконе Божьей Матери и просто пообщаться друг с другом. Ну а полученными духовными знаниями теперь можно будет поделиться со своими учениками. День села День села принято отмечать шумным весельем и народными гуляниями. Жители ближнего Борисова выбрали для себя совершенно иную форму праздника. Они отправились крестным ходом. Когда-то в этом населенном пункте было три храма. Сегодня о них напоминают только три храма. Полуразрушенная колокольня церкви в память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Возле старых стен звучит молитва, как надежда на возрождение святого места. Призыв Христос Воскресе прозвучал по селу. Каждый имел возможность откликнуться на него или оставить в стороне. Пройти мимо или поучаствовать. Крестный ход – это крик о Христе. О том, что есть Бог, и Он всегда готов прийти на помощь. Он всегда готов послушать любящих Его. Мы совершили крестный ход к месту, где были разрушены ранее два храма. Где не осталось камня на камне, и лишь памятник героям Великой Отечественной войны, жившим на этой земле, напоминает нам об особенности этого места. Как и полагается, было отслужено за упокойное благослужение, за упокойное молитву о всех тех, кто не жалел своей жизни, кто проливал свою кровь за то, чтобы мы жили мирно. Где двое или трое соберутся во имя мое, там и я посреди них. Эти слова Спасителя сельчане помнят наизусть. Молитва о зрождении храмов не будет напрасной. Это интернет-страничка Кстовского благочиния Нижегородской епархии. На сайте есть раздел, где можно задать священнику любые вопросы, связанные с православием. Например, Сергий спрашивает, почему сегодня так сильны нападки на церковь? Начнем с того, что нападки на церковь были всегда. И еще к большему нашему, наверное, сожалению, огорчению навсегда останутся. Ибо мы знаем, что сам Христос, воплотившийся Господь, был распят, был унижен, был осмеян, был покинут даже самыми ближайшими учениками. Грех дает о себе знать, являет силу своего присутствия, напоминает человеку о том, что он властен, велик и силен. И поэтому, конечно же, сегодня мы можем видеть разного рода нападки на церковь Христову, потому что силы ада не дремлют и не спят. Они ненавидят церковь, ненавидят все святое, ненавидят все то, что связано с именем Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому, конечно же, много наговоров, много лукавства, много лжи и злобы, которые свидетельствуют о том, что дьявол находится в постоянной борьбе со Христом и с его церковью. Ну, а с нашей стороны, со стороны священнослужителей, со стороны работников храма, со стороны прихожан церкви, хочется пожелать, чтобы мы устроили свою жизнь согласно Евангелию и никакого повода не подавали никому к разговорам, к соблазнам и к пересудам. Помогай нам в этом Христос!